Всем привет-привет! Сегодня у нас пятница. Закончили рабочий день с мужем и заехали в магазин. Да им нужно кое-какие средства купить для дома. И я тут, конечно же, ещё хожу, смотрю, что есть. Мне, кстати, нужно обновить мыльницу. Это чисто пластиковая. Нужно купить дезодорант мужу. Возьмём Old Spice. Какой ты жил, Элждейв? Чего? Old Spice, самый лучший. Последний раз использовали от Акс. То есть мой муж использовал, ему вообще не понравилось. Это, в принципе, видеоспрей. А это такие в стике дезодоранты. Какой хочешь? Убай, бергамот. Скоро бегамот. Бергамот, Сэн. Чего? Бритка? Бритка? Бритка. Что это значит? Пауз мне на какие не могу. Пойз меня. Бритка нужна, может. Саму шесть упакунга. И стоит, и кошка 4-4-4-5. Вы чего купите? Окей. Посад акции. А начали сейчас акции. 20% скидка, мне кажется, или 20, или 15, поэтому возьмём. Решил он взять себе вот такой вот ресторан. Так, что еще нам требует? Есть какие-то новинки, интересно? Мне нужно купить новую мыльницу. Для жидкого мыла. Я видела, что какая-то новинка у них появилась. Здесь прошлась, но не увидела ничего. Посмотрите, какая прелесть. Всё такое летнее. Кружки обычные. Вот такие вот, с выемками. Так, я не вижу. А в новинках ДМ видела, что появились и мыльница, и подставка. Летние лаки от Эсси. Вот этот оттенок очень красивый, посмотрите. Мне кажется, он настолько насыщен глиттером. Очень красивые. Остальные, в принципе, обычные вроде как. Еще вот такие вот есть, и в подарок резинка идёт. Так, что здесь у нас? От Лавера какие-то новинки. Помада по оформлению понравилась. 10,95 стоит. О, какой красивый нюд. Посмотрите, какая коллекция от Катрис появилась. Что это такое? Посмотрите, какую упаковку. Что это вообще такое? Бронзен кушен стик. Ага. Кушен бронзер. Так. Это у нас тестер же, да? Тестер. Вот, девочки, вам тоже хотела показать. Ничего себе. Вот это замудрённая упаковка, конечно. Честно говоря, они очень мне нравятся. А вот лаки. Нашёл? Окей. Смотрите, какой красивый оттенок лака. Купи лепо. Лепо? Мужик говорит, красивый цвет. Бери, говорит. Бери, говорит. Окей. Ну всё, мужик говорит, бери, значит, беру. Лак. Ты можешь ставить, а что у нас у нас у нас у нас? Куку, кумада 4, да? А ещё есть... А что вот это такое? Ух ты. Это у нас хайлайтеры. Давайте, девочки, попробую показать. Очень неудобно, конечно. Заснять смогу, а сама не смогу прямо увидеть. Или давайте откроем аккуратненько упаковку. Посмотрите, как классно сделано, девочки. Сколько стоит? 8,95. Сейчас, кстати, по ДМ-аппликации там 20% скидка на декоративку. И вот я думаю, это получается бронзер, да? Румяна и хайлайтер. И ещё вот такие вот масла для губ. Всё, ещё какие-нибудь новинки есть от Catrice. Ой, от Essence. От Essence эти новинки я уже видела. От Trended Up такая весёлая коллекция появилась. У меня тёрка палетки теней. Такие цвета. Сейчас же чемпионат Европы идёт по футболу. Выложили расцветки лаков, как флаг Германии. И также карандаши для губ и для глаз, я так полагаю. Я думаю, что это всё-таки для губ карандаш. Да, лип-лайнер. Прикольно. Всем доброе утро. Сегодня у нас суббота. И у меня есть настроение, чтобы разобраться уже наконец-то с моими лаками для ногтей. С коллекцией лаков для ногтей. И, конечно же, вам покажу всё. Помните, я купила вот эту вот коробочку в магазине Вульворф. И хочу все лаки сюда расположить. Потому что у меня на данный момент, сейчас вы всё увидите, лаки находятся в такой коробочке из-под Glossy Box. И туда уже ничего не вмещается. Они прямо уже сверху вот так вот лежат друг на дружке. И также хотела показать, я накрасила новым лаком. Показала вам новую коллекцию, лимитированную от Catrice. И когда муж увидел вот этот вот оттенок лака, он сказал, бери. Мне настолько нравится этот пухлый бутылечек. Релесть просто. Надо было, мне кажется, другой оттенок тоже взять. В один слой мне не понравился цвет, потому что он немножко как плешиво ложился. Но во второй слой, видите, очень насыщенный, яркий такой королевского синего оттенок. Так, да, что-то ещё хотела сказать. А по поводу палетки для лица я всё-таки её не стала брать. Ну ладно, давайте мы с вами уже перейдём к коллекции лаков. И, кстати, я хочу сделать расхламление, конечно, если у меня получится. Потому что у меня всегда жаба дужит, когда мне нужно делать какое-то расхламление, будь то это лаки или косметики. В большой комнате на полочке я вам показывала, когда делала переорганизацию косметического уголка. И вот в этой коробке у меня находятся пластины для стемпинга, лаки для ногтей специальные. Ну и вот всё, что вы здесь видите, тоже пока не особо хорошо всё расположила. И я думаю, с чего бы начать. Наверное, давайте мы начнём вот с этой коробочки, где у меня находятся все продукты для того, чтобы делать дизайн ногтей. Тут у меня в основном пластины. Вот такие вот пластины различные. Есть у меня пластины от Born Pretty знаменитые, которые с Алиэкспресс я заказывала, конечно же. Это тоже, мне кажется, да, это тоже Born Pretty новогодняя. Видите, там ёлочки всякие меньше всего использовала. Здесь тоже, мне кажется, Born Pretty. Да, написано, что Born Pretty. Не буду сейчас по пластинам проходиться. Это скребок для того, чтобы очищать поверхность. Ну, кто знает, как работает стемпинг, то вы понимаете, для чего этот скребок нужен. И сами лаки различные, которые у меня есть для стемпинга. Основные, а где у меня чёрный цвет? Наверное, я сюда поставила, да, случайно поставила к лакам для ногтей. Вот такие вот различные лаки. Все они у меня от Born Pretty. И вот эта вот красная, единственная от этой вот марки. Неплохая, но от Born Pretty, конечно, понасыщеннее цвета будут. Единственные, не все оттенки. Вот этот серебристый хороший, но я как-то редко делала. Чёрный классный у них, белый тоже классный. Вот белый большой флакончик. Такой вот. Потом есть жёлтый, розовый. Вот жёлтый и розовый, они немножко как-то не очень хорошо хотят передаваться. Возможно, им нужно получше взбалтывать, не знаю. Но им уже несколько лет, девочки. Ой, сколько по времени, даже не знаю. Вот такой вот зелёный. Тоже редко использовала. Красивый оттенок, насыщенный. Ну и красный, в принципе, неплохой, нормальный. Ну от Born Pretty почему-то мне больше нравятся эти лаки для стемпинга. Вот такие вот губки, когда, например, я хочу сделать себе градиент на ногтях, но давно-давно этим уже не занималась. Надо бы как-нибудь собраться и сделать градиентные ногти. А этот набор я покупала... Так, вот это вот от Essence, мне кажется. Да, даже написано от Essence. Это доты, да, они называются дотами. А этот набор, я, кажется, покупала на сайте Алиэкспресс тоже несколько лет тому назад. Пять дотов различного размера. Видите, есть большие, маленькие. То есть разные точки можно делать и покрупнее, и поменьше. И одна кисточка. Ещё у меня есть кисти. Кисти тоже в наборе я заказывала. Кистьями я редко пользуюсь, но в основном кистьями я пользовалась, когда делала себе накладные ногти. Ну, то есть гелевый маникюр. Всё, с этим мы разобрались с вами. Можем отложить эту коробочку. И когда я стемпинг делаю, использую вот такую вот кленку. Как она называется? Для того, чтобы очищать одежду от пыли, да, от всяких мелких волосков. Но я использую, когда делаю стемпинг. Очищаю, получается сам стемпинг. Вот он. Когда излишки остаются, когда вам нужно сделать новый рисунок набрать, естественно, вам нужно очистить поверхность. Поэтому берёте стемпинг, вот так вот просто очищаете, и всё. Раньше я использовала обычный скотч, но вот это намного-намного удобнее. Для стемпинга я использую происторический стамп It от Essence. Очень бы мне хотелось, чтобы Essence снова выпустили. Вот такой вот штамп я бы сразу купила. Потому что вот это, я не знаю, сколько лет тому назад покупала. И до сих пор рабочий, конечно. Вон, видите, весь грязненький у меня. И чем удобен вот такой вот стемпер, это то, что вы когда переносите рисунок, он прозрачный, и вы можете увидеть, куда поставить этот рисунок. И, наверное, вы заметили, что у меня на многих поверхностях вот такие вот различные оттенки лаков. Это потому, что я, когда себе какой-то дизайн придумываю, наношу на какую-то поверхность. Нужно было бы купить специальную такую пластину, или как она называется, для того, чтобы выкладывать лак, если вы делаете маникюр. Так, а это жидкость для лаков, которые у вас загустели, чтобы они снова были жидкими. Конечно, этой жидкости не напользуешься, потому что, когда вы добавляете эту жидкость, она работает в тот момент, когда вы только пользуетесь лаком. А потом, когда в следующий раз пытаетесь накрасить этим лаком, то вам снова приходится добавлять эту жидкость. Ну, вот видите, я уже практически закончила эту жидкость. Я тоже покупала уже давно, несколько лет тому назад. И вот такая вот жидкость для снятия маникюра от АВ. От АВ мне нравится моя голубенькая, которая у меня, кстати, тут находится, потому что я сегодня маникюр делала. Вот. Вот эта вот голубенькая, самая лучшая, ее вам советую, а эту нет. Она идет без ацетона, возможно, из-за этого. В принципе, нормально справляется с обычными лаками, но с блестками нужно немножко помучиться. И с более темными оттенками тоже. Так, давайте мы перейдем, вот эта вот тоже у меня будет стоять здесь, перейдем вот к этому органайзеру, который у меня стоит на полочке, как уже сказала, а потом мы с вами быстренько пройдемся по лакам для ногтей. Скоро я закончу вот эту вот жидкость для того, чтобы удалять кутикулу. Классно, когда закончится, надо будет мне находить что-то новое, потому что отличное средство. Классно удаляет кутикулу. Потом, конечно же, пилочка. Надо ее заменить. Сейчас я ее выкину и достану новую пилку. Заказывала на сайте Алиэкспресс. Потом вот такая вот лопаточка, конечно же, для того, чтобы счищать кутикулу, отодвигать кутикулу. И, кстати, занимаюсь я удалением кутикулы где-то раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от того, насколько у меня кутикула отрастает. Здесь у меня находится еще точилка. Не знаю, мне удобно, чтобы она там была. Пока сюда поставлю. Потом есть вот такой вот пафер, которым я слегка прохожусь по ногтю перед тем, как делаю маникюр. Потому что, когда у вас чешуйки самой ноксевой пластины приподняты, то у вас лак на ногтях дольше будет держаться. Но не переусердствуйте, потому что вы можете повредить ногтевую пластину, и у вас тоньше ноготь может стать. То есть нужно прям слегонько проходиться. Скотч. А вот еще одна кисточка. Видимо, этой кисточкой я больше всего пользуюсь. Вот такая тоненькая. Так, ножнички, конечно же, когда я хочу срезать кутикулу. Но в последнее время я не срезаю кутикулу, я только очищаю кутикулу. Далее здесь у меня различные лаки. Некоторые лаки я поставила для того, чтобы, возможно, закончить, например, от Эсси. Очень плохое качество вот этих вот лаков миниатюр, которые я покупала в магазине ТК Макс. А здесь я сама смешивала лак. Здесь тоже был какой-то молочный оттенок Эсси. И добавила... Так, добавила я, где если я найду, конечно. Или потом я вам покажу. Потом у меня всегда черный и белый лак должен стоять. Но почему-то у меня белый лак туда переместился. Черный лак у меня получается от Манхэттен, а белый лак от Эсси. Оба классные. Вообще от Эсси могу сказать черный и белый лаки классные. Но в последнее время формула лаков от Эсси мне абсолютно не нравится. Они очень густые, быстро становятся. Не знаю, раньше они намного-намного лучше были. Я больше предпочитаю лаки от Катрис. Потом вот эта вот штука, это средство вы можете нанести либо перед тем, как делаете маникюр, чтобы защитить кутикулу. Если у вас не получается равномерно накрасить, на кутикулу попадает лак. Кто использует такой продукт? Но чаще всего я использую это средство, когда делаю стемпинг. Если, например, черный лак, то обеспечено вам то, что когда при передаче рисунка на ноготь у вас кутикула тоже испачкается. И в таких случаях вот это вот средство очень классное. Потому что когда вы потом уже очищаете этот черный лак по краям, если не нанесли вот этого средства, то может быть такое, что этот черный лак въедается. По крайней мере, лак от Born Pretty очень въедается, если неаккуратно счищать вот этот вот лак. Он такой какой-то насыщенный, видимо, из-за этого. Так, далее топовое покрытие от Aura. Я ее открыла, один ноготок накрасила и поняла, что это топовое покрытие не так быстро высыхает. Поэтому не стала другие ногти красть, а мне нужно было, чтобы лак быстро высыхал. И использовала мой любимый. Да, вот он стоит, кстати. Моя любимый топ... Одно из любимых топовых покрытий от Manhattan. Это глянцевый финиш. У меня сегодня тоже на ногтях это топовое покрытие находится. Матовое топовое покрытие от Wet n Wild. Раньше у них формула лучше была. Не знаю, последний раз, когда купила я их три штуки, сразу же заказала. Немножку формула как будто бы у них поменялась. Качество не такое, как раньше было. То есть вот этот матовый финиш там настолько гладкий и красивый был. То сейчас получается, что иногда как-то пляшиво что ли наносится. И использую на данный момент вот такую вот базу от Orly. Здесь объем огромный. Нужно совсем немножко на ноготь. Я уже сколько пользуюсь этой базой. И смотрите, очень мало у меня израсходовалось. Минимальный расход. И мне нравится то, что жидкость, видите, очень жидкая. Да, жидкость жидкая. Это хорошо, потому что вы сможете ну практически до конца воспользоваться этой базой. Даже если вот тут немножко останется, уже не страшно. Все теперь можно расставить, чтобы все на месте было. Возможно, я лак, наверное, вытащу вот этот вот молочный. Хотя я его хочу закончить. Прям совсем немножко осталось. Можно его нанести и потом сверху какой-нибудь либо блестки, чтобы красиво смотрелся оттенок лака. Потому что он очень-очень пляшиво наносится. Даже в два слоя, даже в три слоя как-то некрасиво смотрится ноготь, знаете. Поэтому нужно что-то сверху наносить. Либо блестки, либо, не знаю, какой-нибудь дизайн делать. Или стемпинг, например. Поставлю. Может быть, закончу потихонечку. Попробую на ногах, ногтях накрасить. Сейчас летнее время, поэтому на ногах, ногтями тоже занимаюсь. Вот такая вот у меня, сказал бы, не совсем большая коллекция лаков. Я очень-очень много раздарила в прошлом году племянницам моего мужа лаки. То есть здесь у меня, наверное, уже накопилось за последние больше полугода вот это вот количество лаков. То, что я купила больше даже год, наверное, да. Потому что я же одно время делала гелевый маникюр. Ну, у меня периодически бывает. Одно время я хочу гелевый маникюр делать, другое время, получается, я хочу делать маникюр обычными лаками. И вот, когда у меня бзик на гелевый маникюр, я начинаю раскупать гелевые лаки. Когда у меня бзик на обычный маникюр, то я начинаю раскупать обычные лаки для ногтей. Так, этот лак вы уже увидели. Новинка. Однозначно остается. Потрясающий оттенок. Конечно, цвет, наверное, не совсем летний. Больше мне для зимы, конечно. Но, тем не менее, летом тоже можно. В принципе, у меня нет такой разницы лета, зима, осень. Хотя времена года однозначно могу сказать, что влияют на наше вот это восприятие, какие макияжи мы хотим делать или какой маникюр хотим сделать. Но, тем не менее, у меня нет такого. Если я захотела темным лаком накрасить в летнее время года, то я накрашу. Но все равно в летнее время хочется какими-то летними лаками красить ногти. Так, давайте я вам покажу вот эти вот лаки от China Glaze. Мне кажется, это все лаки от China Glaze. Больше их нет. Они у меня все стоят тоже на полочке для красоты, потому что они яркие достаточно. Вот эти вот самые классные яркие неоновые лаки от China Glaze, но они капризные, капризные, очень жирные. В два слоя нужно наносить. Жирные, я имею в виду, густые, достаточно густые. Но вот этот вот лак получше, чем вот этот. Но они настолько неоново, красиво смотрятся на ногтях на лето. Просто отлично. Особенно вот этот вот лак. Даже вот этот тоже на ногах, на ногтях просто великолепно. Далее у меня есть вот такие. Вот один красный цвет лака, хорошее качество. Но вот это вот качество вообще отличное от China Glaze. Здесь, кстати, все лаки я покупала в магазине Takamax по хорошей цене. Strawberry Fields называется оттенок. Потрясающий цвет. Там, видите, очень много... Опа. Фокусируюсь. Много блесточек внутри. Так. Давайте один лак буду держать, а то хочет и на тот, и на другой концентрироваться. Вот такой вот потрясающий цвет и качество очень классное. Последние два лака для ногтей. Вот этот у меня не стоит на полочке, потому что он такой темного цвета. Хотя, может быть, я и поставлю. Смотрите, цена даже есть. 2,99 евро. В Takamax. Говорю же, все лаки в Takamax покупала. В основном все лаки покупала в Takamax. И вот такой вот сиреневый, очень красивый. Не помню, что за качество этого сиреневого. Этот вроде, казалось бы, красивый такой хамелеон должен быть, но почему-то тоже мне на ногтях не особо понравилось. Не знаю. Далее. Давайте, наверное, вот этот вот лак вам покажу. Такой вот лак от Essie тоже в магазине Takamax купила. Оттенок есть? Нет, содрала, видимо, оттенок. А, нет, вот он. 300-й цвет. Такой необычный оттенок лака, но я его купила просто потому, что хорошая цена была. Использовала бы я этот лак как акцент лучше. На каких-то двух ногтях и там сделать какой-нибудь дизайн. Потому что я заметила, когда впервые покрасила этим цветом свои ногти, то, что этот оттенок немножко теряется с цветом моей кожи. Так, здесь у меня вот такой вот нюдовый лак от Golden Rose. Потрясающий цвет, потрясающий оттенок. Очень-очень мне понравился. И качество хорошее у лака. 01 Power Nude называется. Цвет, видите? Вот тут написано. Отличный нюдовый оттенок, который не теряется с цветом моей кожи. Вот еще один лак от Essie. Вот такой набор был. Видите, они все у меня по чуть-чуть использованы. Возможно, этот лак тоже я достану, чтобы закончить. Почему бы и нет? И вот здесь я смешала. Возможно, и эти лаки я бы могла смешать каким-нибудь цветом, который мне не особо нравится по качеству. Может быть, немножко текстура поменяется, потому что здесь, например, текстура поменялась. Когда я добавила лак, как раз-таки давайте мы его уже найдем. Где он? Еле-еле нашла, хотя бутылек самый такой необычный, сказала бы из всей коллекции, что что у меня есть. Вот этот оттенок я добавила в Essie. Сейчас я вам покажу, почему я это сделала. Сам лак очень красивый. Нравятся мне такие оттенки осенью просто отлично. Сейчас вы увидите кисточку. Ею вообще невозможно красить. Посмотрите вы на эту кривизну. Вот что это за кисть. Даже когда вы покупаете лак, обязательно проверяйте кисточку, девочки. Я уже не раз себе говорю, нужно проверять кисти. Когда я беру какой-то лак, но постоянно забываю, потому что у меня уже не первый лак, который с плохой кисточкой. Но это самая худшая кисточка, которую я когда-либо видела. Бывают иногда кисти, которые неровно срезаны. Еще кое-как можно ими рисовать, но тут кривая, вообще невозможно рисовать. Кисть просто отвратительная. Я решила ускориться, поэтому разделила лаки по брендам. Начнем мы с вами от Essence. Вот эти вот три лака я получила в адвент календаре. Очень плохое качество от этого светлого оттенка, поэтому я от этого лака буду избавляться. Вот это, мне кажется, хороший был лак. Не помню, оставлю. А это матовое топовое покрытие. Тоже не помню, использовала я его или нет. Их я оставлю. Вот этот лак давнейший от Essence. У них коллекция была Color Boost, называется. И мне кажется, я все цвета купила из этой линейки. Это один слой, и можно было больше ничего не делать. Ну, в принципе, здесь еще и написано. One Coat & Go. Я считаю, что это самые классные лаки от Essence были. Они не густые. Очень хорошее качество лаков. В один слой прекрасное покрытие без проплешин. Самые лучшие лаки от Essence всех времен были. И также там был оттенок, похожий вот на этот лак от Catrice. Я не знаю, куда у меня все остальные цвета делись. Некоторые я закончила. Я знаю, это основные такие, знаете, более ходовые оттенки. Остался только красный. Остальные, наверное, я раздарила. Далее, вот из этой их стандартной линейки у меня есть три лака. Темно-коричневый, который вы видели в последних видео у меня на ногтях. Очень красивый, насыщенный. Но, опять-таки же, лаки, говорю же, поменялись. Поменялась формула лаков от Essence. Они так быстро загустевают. Вот таких вот три цвета. И также вот эта вот коллекция появилась. Там несколько оттенков лаков было. Я убрала вот этот вот очень красивый оттенок. И делать, чтобы дизайн, крекинг эффект. Я забыла, по-русски мне девочки писали, как это называется. Кроколюр, что ли? Да, кроколюр. Когда используете поверх любого лака. Вот этот лак, я не знаю, каким образом его сделали, что он начинает трескаться. Вот. Черного цвета и он трескается. Хотелось бы, чтобы другие оттенки сделали Essence. Интересный эффект получается. Следующие лаки от Catrice по качеству. Мне нравится их стандартная вот эта вот линейка. Больше, конечно же, бывают исключения, как и в каждой марке. Но я предпочитаю лаки от Catrice больше, чем от Essence. Начнем мы с таких вот миниатюрок. Это лимитки были с Диснеем. Тут Микки Маус и утенок вот этот вот. Очень красивые цвета. Особенно вот этот вот темно-темно-фиолетовый. Классно смотрится. А это просто рождественский цвет. Видите, сколько я уже израсходовала этот оттенок. В принципе, это миниатюрки. Быстро они расходуются. И вот эта вот лимитка очень плохого качества лак. Поэтому я думаю, что буду избавляться от этого лака. Очень-очень густой, плешивит. Во второй слое, когда начинаете красить, тоже нужно настолько быстро работать, потому что лак реально застывает. Не то чтобы застывает, а загустевает. И когда лак густой, вы проводите кисточкой на одном и том же месте, и все. Эта густота остается, и, соответственно, у вас неровный ноготь получается. Поэтому от этого лака я точно избавлюсь. И мне цвет безумно понравился. Вот цвет понравился. И думаю, буду искать что-то похожее уже в других марках. Далее есть вот такой вот лак. Вот такой вот оттенок. Видите, в Росман, мне кажется, я за 1 евро 50 центов купила этот цвет лака. И вот такой вот. Очень красивые оттенки. Малиновый. Это цвета фуксии. Классные цвета. И хорошее качество у лаков. Также есть у меня вот такой вот оттенок. Морвен нюд. Следующий лак тоже будет нюдовый. Такой вот линейка глосс, видимо, какая-то. Не помню, какое качество у этих лаков. И мое открытие в этом году это лак из линейки Sheer Beauties. Девочки, обратите внимание. Такой красивый эффект на ногтях получается. Как будто бы у вас гелевые ногти. Даже вы мне, некоторые девочки написали, когда я использовала вот этот вот конкретно лак молочного цвета, мне делали вы комплименты. Некоторые из вас. И видите, сколько я уже израсходовала вот где-то вот тут вот. Вот столечко. Сейчас, девочки, вот фокусируйте. И потом, я когда в Хорватии была, я купила себе еще два лака. Или даже три я купила, я не помню. Да, еще два лака купила. Один оттенок я оставила племяннице моего мужа, потому что цвет терялся на моих ногтях. Вот, на моей коже руки, я имею в виду. Но вот этот вот оттенок потрясающий, и вот такой вот цвет тоже немножко теряется. Но вы знаете, как я использовала? Наносила этот оттенок, а потом сверху вот этот. И прекрасно получалось. Комбинация классная. Действительно, очень-очень советую присмотреться вот к этим нюдовым оттенкам. Единственное, вам нужно, конечно, тут немножко понять, какой оттенок не будет теряться на вашем цвете кожи руки. Потому что, если даже лак будет очень хорошего качества, оттенок может все испортить. Вот эта вот формула просто, девочки, шикарная. Шикарная формула этих лаков. Настолько удобно красить. Они не загустевают. Можете по несколько раз проходиться, когда красите там, где неровно, например, и так далее. Короче, мне очень-очень понравилась эта линейка. Она до сих пор продается от Catrice, поэтому обратите внимание. Но найдите подходящий оттенок. Советую вот этот вот цвет. Мне кажется, такой молочный всем должен подойти. Давайте я вам скажу. Это 0,10. Милкий, но not guilty. Следующие 4 лака у меня от Opia и Orly. Вот такие вот оттенки. Все их я покупала тоже в магазине Takamax. Стандартный красный. 4,99 он стоил. Такой вот нежно-розовый, который тоже, кстати, теряется на моем цвете кожи. Представляете? Розовый, казалось бы. Поэтому, когда использую, например, такой лак, либо наношу блестки, чтобы поярче было, либо же я делаю какой-то дизайн. И вот таких вот два лака, сиреневый и голубой. Как я помню, вот этот голубой немножко хромает по качеству. Но пока я оставлю этот лак, потому что только один раз, мне кажется, я его использовала. Поэтому надо дать еще один шанс. Следующие лаки от Wet n Wild. Вот такие вот у меня блестки. Я хочу, кстати, в свою коллекцию чуть побольше блесток. Очень красивые блестки. Смотрите, тоже здесь половина осталась. Загустевает. Нужно добавлять вот эту вот жидкость. И вот это тоже у меня в последний раз, когда я делала маникюр, тоже немножко загустевал уже лак потихонечку. И вот этот вот потрясающий красоты оттенок, вот он называется у нас как Е490 Heat Wave. Невероятно красивый, такой какой-то кораллово-красный что ли. То есть это и не красный, и не чисто коралловый, а именно смесь красного с коралловым. Настолько вроде и ярко, но при этом и нежно. Очень-очень классный оттенок. Вот, казалось бы, сколько у меня уже красных лаков, да, но они все отличаются, видите, они все отличаются. Какой еще? Вот от China Glaze. Но они все различные. Даже если сравнивать Wet n Wild и China Glaze, издалека кажется, ну они же одинаковые, да, практически. Но нет, они отличаются. Вот это вот классический красный практически, сказала бы. Неважно, короче, вы поняли. Красный, красный мурозинь. Это если мужьям, да, сказать, вот у меня красные лаки, они скажут, они же одинаковые. Но нет, мы же скажем, нет, они не одинаковые. Для нас они не одинаковые. Далее есть у меня 4 лака от Manhattan. И вы знаете, я раньше любила больше вот эти вот упаковки Old Manhattan. Они, не знаю, более такие привлекательные. И вот в последние годы они сделали вот такую вот обычную круглую упаковку. 4 оттенка. Очень красивый вот этот вот цвет. Тоже нюдовый, молочный оттенок, уходящий такой в розовый. И красный, и белый оттенок. Качество хорошее у Manhattan. Лаки мне нравятся у Manhattan. И также есть у меня 3 лака от Essie, плюс вот этот вот. Ну и миниатюрки, которые я вам показывала, тоже все-все-все заказывала, говорю. Покупала в магазине TK Max по выгодной цене. Лаки от Essie действительно по качеству настолько отличаются. Если бы я купила лак от Essie по полной цене, и вот такое вот качество было, как, например, вот у этих, да, то я бы, конечно же, разочаровалась. Ну, вот так вот по 3,99. Так, цены, наверное, не остались. По 3,99, 2,99, нормально. Вот этот лак очень красивый, нежный такой оттенок, но настолько окрашивает пластину ногтем. Вот таких вот 3 оттенка лака от Essie, красивый. Вот это вот хорошее качество от Essie. Это тоже хорошее качество, но, опять-таки же, цвет немножко теряется, мне кажется, как я помню, на цвете моей кожи. Вот когда подзагорю, этот оттенок вообще отлично будет смотреться. Ну, и последние лаки здесь, киш-миш, можно сказать, от Trendy Tapu. А, получается, нет, вот. От Trendy Tapu у меня 3 лака. Вот этот оттенок у меня на данный момент находится на ногах, на ногтях. Такая миниатюрка, я не знаю, даже показывала вам или нет. Очень красивый осенний оттенок, но почему-то мне захотелось сейчас нанести на ногти этот цвет. Вот такой вот есть, красный с золотистыми блёсточками внутри, тоже красивый, на Рождество. И нюдовый, конечно же, такой розовый нюд. Люблю нюдовые лаки. И последние. Это лаки от Petswai и один лак от Eiffrache. Видите, сколько я его уже израсходовала. В принципе, это не то, чтобы миниатюрка. Какой здесь объём? 5 мл. Ну, небольшой объём, да, можно сказать, миниатюрка. Просто у Eiffrache все лаки вот такого вот объёма, мне кажется. И вот столько уже нет этого лака. Красивый оттенок, хорошее качество. Мне кажется, если я не ошибаюсь, давно просто не красила этим лаком, то в один слой можно использовать этот лак и всё. Далее я недавно тоже купила, недели две тому назад, наверное, вот такой вот очень красивый оттенок. Нежный, нежно-розовый от Petswai. В два слоя вообще прекрасное получается покрытие и такие нежные ноготочки получаются. Но не полупрозрачно наносится этот лак, а именно плотным слоем. Такой плотный молочно-розовый оттенок, но розовинка еле-еле заметная. Вот, классный цвет. Ну и последний лак от Petswai. Уже сто лет тому назад покупала. Вкрапление, видите, чёрные точки внутри. Тоже красивый оттенок лака. Пока ещё живой, то есть не загустел. Такой вот лак. Ну всё, посмотрели мы с вами мою коллекцию лаков. Сейчас буду всё это расставлять вот в эту коробочку, надо будет её собрать. И по поводу лаков, которые я решила расхламить, всё-таки, наверное, вот этот лак я не выброшу. Мне как-то прямо очень-очень жалко. Возьму молочный лак от Essie и туда добавлю этот. Перемешаю их вместе, посмотрим, может быть, что-то угодное такое получится. Потому что от Essie лак по текстуре не густой. Вот вы сами видите, достаточно жидкий. А этот, наоборот, более густой. И вот если я их смешаю, может быть, такая хорошая консистенция получится. Просто этот лак плохого качества пляшевит очень сильно. Всё-таки оставлю этот лак. Видите, очень тяжело мне, конечно, выбрасывать какие-то лаки. И вот с этим что делать? Тоже не очень хорошее качество. Может быть, туда тоже добавить что-нибудь, какой-нибудь оттенок. Например, фиолетовый. Сделать такой нежно-розовый фиолетовый оттенок. Вот видите, видите, не могу выбросить пока что. Пусть всё останется. Пусть длинная, как для женщины,илась благословties. Да, хорошая! Теперь. Пусть spell первое. Поэтому, тебе måste достать. Подписывайтесь на канал. Ну, ты успехи. Ск Продолжение следует... Все лаки у меня удачно уместились и даже, видите, сколько места для того, чтобы я расширила свою коллекцию лаков. А потом еще сверху можно и класть, если еще больше коллекции станет, да, потому что я специально выбирала коробочку, чтобы она была высокой, так как вот эта вот коробочка от Glossy Box, некоторые лаки вот такие вот высокие, например, уже крышечка не закрывалась, видите, как она торчит. А тут все закроется, просто отлично. А эти лаки от Chiana Gliss у меня пойдут снова на полочку для красоты. Ну а сейчас я пойду заниматься миксованием вот этих вот двух лаков, надеюсь, что-нибудь годное выйдет. И вы знаете, что я решила сделать? Может быть, я, наверное, вот эти вот пластины для стемпинга все поставлю вот сюда, вот на свободное место, пока у меня не расширилась коллекция лаков. Пусть на одном месте будет, и когда мне нужно будет делать маникюр, все будет вот тут вот под рукой. Единственное, я вот думаю, поместится у меня цвета, да, отлично, поместится для стемпинга штучки. Вот это вот немножко не встает, получается. Ну-ка, а если на маленьких лаках, знаете как? Да, вот так вот, вот так, отлично. Ну пока это временное решение, и еще что, больше ничего, наверное. Этот лак теперь у меня не встанет. Нет, встает, встает все нормально. Ну все, когда буду делать дизайн какой-то, беру эту коробочку, убираю лаки, открываю, что мне здесь нужно, тоже достаю и закрываю. Все, я довольна. И, знаете, тут тоже, видите, коробочка не закрывается. Ну все, девочки, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok